Музыка Корпус самого мощного в России реактора для нововоронежской АЭС-2 доставлен к месту сооружения новой станции. Корпус для первого энергоблока весом 330 тонн был изготовлен на изжорских заводах, откуда был доставлен по воде. Общая протяженность трассы составила почти 4000 километров. Вот если говорить то, что произошло в Фокусиме и сравнивать с той станцией, которую устроим мы, это совершенно две большие разницы. У нас здесь очень много дополнительных систем безопасности. Мы просчитали на все возможные угрозы, включая падение самолета 400 тонн. Более 300 молодых сотрудников предприятий атомной отрасли приняли участие в молодежном инновационном форуме «Энергоэффективность и безопасность», который прошел в Калужской области. Вопросы стратегии развития отечественной энергетики, инновации безопасности, энергоэффективности и ресурсосбережений они обсуждали с ведущими топ-менеджерами отрасли. Мы постарались сосредоточиться на всех образовательных форматах, которые позволят участникам раскрыть свой потенциал, узнать о том, кто вокруг, услышать мнения экспертов, учиться на личностных историях. Уникальную операцию провели сотрудники Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами в Мурманске. Из затопленной атомной подводной лодки при помощи подъемного крана достали ядерный реактор. Внутри реактора находится 170 килограммов высокообогащенного урана. Операция проводилась с высочайшей осторожностью. Скорость перегрузки составляла всего 35 сантиметров в минуту. Операция прошла нормально. Я бы сказал, буднично, неинтересно. Никаких вроде как сенсаций, а это самая главная сенсация, я считаю. На заводе разделение изотопов сибирского химкомбината запущена первая очередь станция по производству жидкого азота. Установка способна производить 14 тонн жидкого азота в сутки. Она одна заменяет 4 старых, которые ранее эксплуатировались на заводе. Кроме того, она позволит на 14% сократить расходы на электроэнергию, затраты на масло и фреон. Перспектива – это хотим выйти на коммерческое производство жидкого кислорода, газофицировать, в баллоны закачивать и продавать газообразный кислород, который очень востребован в строительстве. Система экологического менеджмента Нововоронежской атомной станции соответствует требованиям национального стандарта и правилам системы обязательной сертификации по экологическим требованиям. Такое заключение сделано по результатам проведенного на Нововоронежской АЭС сертификационного аудита системы экологического менеджмента. Аудиторы побывали в подразделениях Нововоронежской АЭС, ознакомились с документацией системы экологического менеджмента станции, проинтервьюировали персонал и посетили ряд объектов атомной станции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин